здравствуйте товарищи радио аврора вновь приветствовать всех своих зрителей и слушателей микрофона кирилл рычков режиссер эфир александр рогеев на прямой связи с нашей студии историки евгений списаны гений юрий здравствуйте да добрый день рост эфир наш выйдет выходит 3 января но записываем его 21 декабря потому евгений юрьевич и всех наших зрителей обязан поздравить со 144 получается годовщины со дня по крайней мере официального рождения иосифа вестрионыча сталина и пожелать всем нам чтобы когда-нибудь у руля нашего государства стал человек сопоставимый по масштабу с этой исторической личностью ну а в продолжение темы сталин когда-то сказал кадры решают все лейт мотивом прошлого нашего эфира именно этот тезис и стал поэтому хотел бы продолжение разговора о будущем с ретроспективой в прошлое спросить вот о чем как бы так сделать чтобы номенклатура в будущей россии в россии светлого будущего вновь не стала тем классом которые эту нашу новую светлую россию и разрушить ну во первых я хотел бы пару слов сказать по поводу сталина верни годовщины его рождения дело в том что сейчас вот в последнее время стало модным пересматривать эту дату официальную дату рождению вестриончик ссылаются на одну из его анкет съездовских анкет который он заполнил по моему в апреле двадцать третьего года по моему я сейчас вот точно не помню на когда собирался 13 партийный съезд то своей рукой он там написал что на самом деле он родился по старому стилю 8 декабря получается плюс 12 дней значит получается нет стоп 6 декабря получается 18 декабря по новому стилю потому что он родился в 19 веке надо прибавлять не 13 а 12 дней и на год раньше 1878 года но дело в том что эта анкета она гуляет в интернете и а с тем чтобы удостовериться что это действительно его рука и что это не подделка надо провести внутреннюю и внешнюю критику источника имея этот источник на руках понятно да то есть надо посмотреть аутентичность бумаги аутентичность его шрифта чернил ну и так далее так далее все что позволяет установить либо подлинность либо подложность этого документа вот мне тут на днях одна женщина писала спицын вы негодяй значит почему вы не отметили день рождения нашего великого вождя и т.д. и т.п. но я даже не стал я отвечать и пояснять подобного рода вещи ну я не ввязываюсь вот эти пустые абсолютно споры а по официальной версии да действительно он родился по новому стилю 21 декабря 1879 года вот ну действительно это был титан исполин и нашей стране несказанно повезло что в двадцатом веке именно этот человек через острейшую внутри партийную борьбу победил и стал лидером нашего государства понятно что в его работе было все всего хватало ошибки тоже были не надо этого скрывать но если вот на весах истории взвесить исполинскую фигуру сталина то мало кого значит можно поставить рядом с ним за всю мировую историю человечества теперь относительно вашего вопроса действительно вот эта проблема проблема элит она одна из самых ключевых я вот тут недавно давал интервью павла иванова и там тоже этот вопрос меня задал ну какой-то значит любитель истории по поводу того почему и как сгнила элита и как ее надо держать в узде действительно правящую элиту надо держать в узде не только применительно к истории нашей страны и применительно только двадцатому веку поскольку вот этот процесс гниения и разложения правящей элиты это родовое проклятие элиты это было всегда и боюсь что это останется если не навечно то надолго потому что природа самой элиты она позволяет ну что называется гнить изнутри гнить и отсюда главный вывод что эту элиту надо держать в узде раз а во вторых периодически ее чистить если мы посмотрим там например на историю древнего рима особенно незадолго до гибели великая римская империя то там эта элита сгнила что называется на корню просто вспоминайте того же калибу или нейрона посмотрите например на европейские элиты не на рассвет фаворитизма в той же франции в той же великобритании посмотрите чуть позже на такой же рассвет фаворитизма в российской империи особенно восемнадцатом и первой половине девятнадцатого века увы и ах вот эта вот тема фаворитизма она не исчезла к сожалению и в годы советской власти ну во времена сталина мы не можем конечно говорить о каком-то фаворитизме а во времена хрущева он уже присутствовал причем наглядно присутствовал вспоминайте фигуру того же фролла романчика злова которого сам хрущев называл своим преемником не стесняясь и западная пресса его на протяжении нескольких лет до его болезни в шестьдесят третьем году называл его кронпринцем то есть наследником власти хрущева сталин как мне кажется нашел неоптимальный но все-таки реальный механизм контроля этой элиты ее перетряхивание помните как лукашенко лет пятнадцать назад я перетраховал парламент и буду его перетраховать вот вот сталин перетраховал постоянно эту элиту причем он нашел не только способ перетрахования этой элиты но и способ ее подготовки и взращивания это тоже далось довольно большим трудом и не сразу было активное сопротивление этому процессу но сталин все-таки сумела держать верх я вот сейчас вернусь к сталину но здесь вот еще важный какой момент все-таки вот традиции русской истории понимаете у нас вот тоже не очень знают хорошо не только обыватели не только любители истории но и даже профессиональные историки как функционировала власть в русском государстве даже еще в эпоху великого московского княжества вот там власть великого князя сначала владимирского потом московского а потом и государя всея руси и царя она ведь была ограничена серьезно ограничена институты несословного предстоительства особенно боярской думы в свое время по-моему в 1882 году выходила замечательная работа Василия Осиповича Ключевского посвященная как раз боярской думы и он там скрыл механизм функционирования этого органа понимаете дело в том что там при Дмитрии Донсковом значит его сыне внуки я имею ввиду двух Васильев потом при Иване третьем ну и так далее значит состав этой боярской думы он был очень узкий и формировался он за счет двух категорий это боярская аристократия это не титулованная аристократия но это крупные землевладельцы владельцы владельцы в отчинных хозяйств то есть отчина это значит аладальное владение то есть это частная неотчуждаемая собственность причем вот эта моя боярская прослойка она была довольно влиятельной и занимала крупные посты в государственном управлении а вторая составная это бывшие удельные князья которые по мере присоединения их владений к московскому государству превращались так называемых служебных князей или служилых князей и одним из условий вхождения их территории в состав единого московского государства это было закрепление закрепление за вот этими бывшими удельными а теперь служилыми князьями своего места в боярской думе и в этом смысле боярская дума это была в прямом так сказать виде государственный орган наследственный государственный орган аристократии и состав этой думы формировался не самим царем вот это важно понимать не самим великим князьем и царем а обычным правом который давал возможность вот представителям этой боярской думы передавать свои думские посты о наследству вот это очень важно так вот впервые вот эту систему попытался сломать Иван Грозный и одним из важных факторов введения опричнины кстати и стала вот эта борьба или зачистка правящей элиты потому что Иван Грозный оказался по сути дела заложником вот этой бояро-княжеской аристократии и ему не удалось это сделать то есть попытка была предпринята причем довольно жесткая кровавая попытка но бояро-княжеская элита в конце концов одолела первого московского царя и государя всей Руси а потом вот этот вот итог условно говоря борьбы Ивана Грозного с бояро-княжеской аристократии вылился в ту самую смуту потому что когда во главе государства оказался боярский царь первый боярский царь Борис Федорович Годунов вот здесь собственно говоря и началась острейшая борьба за власть между разными бояро-княжескими кланами ну мы хорошо знаем как Борис Годунов зачистил всех своих оппонентов и тех же Шуйских и тех же Романовых ну и далее по списку но как только Борис Федорович скончался скоропостижно скончался в результате инсульта тут что называется эта бояро-княжеская аристократия и отыгралась и ввергла страну в ту самую смуту именно она ввергла страну в эту смуту более того пресловутая семибоярщина она пошла на союз с будущими интервентами я имею ввиду прежде всего поляками ну и не только поляками с теми же шведами они своими собственными руками привели на территорию нашей страны интервентов и эта интервенция а также гражданская война она чуть было не закончилась крахом всего государства и потом стране пришлось выкарабкиваться не один десяток лет из этой смуты реально все правление Михаила Федоровича это по сути дела было латание дыр той самой смуты и незадолго до смерти ну произошло относительно успокоение страны восстановление ее хозяйства ну и так далее и так далее но заметьте как только пришел к власти его сын Алексей Михайлович и начались реформы его дядьки Бориса Морозова это породило угрозу возникновения новой смуты вспоминайте московское восстание 1648 года так что вот таким вот образом и вот эта традиция противостояния верховной власти и правящей аристократии или правящей элиты она по сути дела закладывалась уже тогда потому что здесь надо понимать одну вещь правящая элита она всегда пытается национализировать эту власть передать ее по наследству а не уйти в сторону вот если поверхностно смотреть то вот якобы в западных демократиях вот эту вот родовую что ли парадигму им удалось преодолеть через систему постоянной ротации выборов и т.д. и т.п. но это поверхностное понимание потому что в реальности в тех же соединенных штатах у власти как 200 лет назад находились представители одних и тех же семей так они и находятся это буквально там несколько десятков но может быть до двух сотен фамилий то есть семей вот так вот повязанных своими родственными узами в свое время финн колман это представители англосаксонской историографии но прежде всего американская историография они выдвинули целую теорию так называемой антропологии где как раз с фактами на руках доказали что в том же русском государстве реальные властные рычаги находились не у правящего класса вот это я хочу особо подчеркнуть а лишь у элитарной самой высокой прослойки этого класса и количество представителей вот этой правящей элиты например в русском государстве в семнадцатом веке было всего порядка тридцати пяти фамилий это так называемые бояре первого и второго разряда то есть первый разряд там по моему сейчас я не помню но что-то около двадцати по моему это те кто как писал каташихин сразу бывают в бояре то есть сразу получают высший думный чин а остальные пятнадцать фамилий это те кто получали высший думный чин боярский дом через прохождение второго думского чина околничьих вот потому что в семнадцатом веке уже при Алексея Михайловича четко определилась градация думных чинов были думные диаки думные дворяне околничьи и бояре так вот представители вот этой правящей элиты самого верхнего слоя боярской думы они формировались всего из тридцати пяти фамилий всего и вот такая традиция она потом укоренилась значит и в восемнадцатом веке и далее по списку большевики попытались сломать эту систему и во многом им это удалось вот вы обратите внимание что представители правящего класса там например в составе политбюро секретариата ЦК в составе совета министров в составе региональных структур они не передавали свою власть по наследству был очень-очень редкий случай когда например кто-то из представителей одной и той же семьи занимал какие-то руководящие посты ну вот например у Леонида Ильича Брежнева его сын Юрий Леонидович он занимал пост заместителя министра внешней торговли но это не самый высокий пост но тем не менее занимал такой пост а у других лидеров партии государства значит этого не было ну и так далее и так далее но при этом я замечу что Сталин когда он поборол всю эту антипартийную оппозицию я имею ввиду тратхистов зиновьевцев бухаринцев и так далее он понимал что в наследство то ему досталась собственно говоря та партия которая сформировалась еще в дореволюционный период я имею ввиду верхушку партии именно они занимали ключевые посты и в совете народных комиссаров и в резкомах и в обкомах и в крайкомах партии эти ребята сидели очень крепко и собирались сидеть на своих постах до гробовой доски причем у многих были поползновения передать свою власть по наследству и Сталин этого допустить никак не мог особенно когда он начал революционный процесс индустриализации коллективизации культурной революции поистине революционный процесс то есть из россии неповской в течение буквально каких-то считанных лет должна была появиться россия социалистическая а для того чтобы вот этот революционный процесс произошел революционный я имею ввиду в философском смысле да то есть в качественное преобразование нашего общества нужны были принципиально новые кадры причем не просто кадры а кадры овладевшие техникой в том числе и технику управления вот вы когда сказали вот эту знаменитую сталинскую фразу что кадры решают все он ее произнес на одном из совещаний с производственниками где дословно сказал так кадры овладевшие техникой решают все но он имел ввиду не только узко такое вот утилитарное понимание этого слова техникой не только там машинное оборудование и так далее но в том числе и технику управления в том числе техникой государственного управления производственного управления отраслевого управления и так далее и так далее и вот середина вторая половина тридцатых годов как раз стала этапом формирования уже совершенно новой правящей элиты из числа молодых людей с высшим профессиональным образованием. Вот это было обязательное условие. Из числа молодых людей с высшим профессиональным образованием. То есть, которые знали хотя бы азы того, чем им предстояло управлять. Причем их карьера в прямом смысле была стремительной. Они, если показывали с молодых ногтей, буквально 25-27 лет от роду, окончив только-только вуз. Если они показывали свою эффективность, как профессионалы, как управленцы, они сразу продвигались по службе. Первоначально это продвижение было не по горизонтали, а по вертикали. То есть, они сразу переходили на ступеньку выше. Но не перескативили эти ступеньки. Вот это важно. То есть, они на каждой новой ступеньке должны показать свою эффективность и способность расти дальше. И вот в процессе этого отбора Сталин накануне войны и создал ту когорту легендарных сталинских наркомов, которые воочию показали всю свою эффективность в управлении и экономикой, и другими сферами. И заметьте, всем этим сталинским наркомам было от 30 до 37-38 лет. Потому что он прекрасно знал. Он и говорил это тому же Молотову, Микояну и так далее. Что наркомовская работа – это мужицкая работа. И заниматься этой работой должны молодые. Он 55-летнему и 50-летнему Молотову и Микояну говорил, что вы сидите, ищите себе замену. Вы уже старики. Представьте себе, да? 50-55 лет – вроде бы расцвет человека, который уже и опытен, и, как говорится, прошел огонь, воду и медные трубы. А тут ему говорят, давай, давай, ты скоро на пенсию идешь, готовь себе замену. Понимаете? Потому что Сталин понимал, что такое наркомовская работа. Действительно работа на износ. Здесь нужен человек, обладающий, во-первых, здоровьем, а во-вторых, человек, который еще заряжен работать, а не почивать на лаврах. То есть у него есть еще вот этот драйв, что сейчас, ну, что называют вот таким термином сейчас. То есть драйв, вот интерес к работе. Но при этом Сталин прекрасно понимал, что ему нужна обратная связь. И даже если человек безупречен, идеален, как руководитель, нужна обратная связь, чтобы не терять пульс. И он долго думал, как этот механизм создать. И он создал его. В 1937 году проходил знаменитый февральско-мартовский пленум ЦК. У нас традиционно этот пленум связывают с началом, значит, самого такого масштабного витка политических репрессий. Это вот со времен Хрущева, это устоявшийся штамп, который, значит, вот уже более полувека штампует во всех работах, во всех учебниках и так далее, и так далее. И многие не заметили, значит, важного итога работы этого пленума. Дело в том, что Сталин именно на этом пленуме прямо, прямо протащил, я вот прямо так и говорю, что протащил, несмотря на активное сопротивление многих членов пленума, то есть членов ЦК и кандидатов члена ЦК, положение, что отныне во всех партийных комитетах городского, значит, областного, краевого и республиканского уровня должны проходить периодически отчетно-выборные конференции, отчетно-выборные конференции, где руководящий состав этих партийных организаций должен отчитываться и переизбираться. При этом впервые было установлено правило, что все эти секретари будут избираться тайным голосованием. Вот это очень важно. Сталину нужна была реальная картина популярности вот этих руководителей, то есть всех секретарей. А тогда в практике было много секретарей, не только там первый, второй, третий, а вплоть там даже в некоторых опромах и крайкомах до седьмого доходило. Они так и назывались. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и так далее. Каждый из них курировал отдельное направление, отдельную отрасль, сферу. И, значит, потом смотрелись итоги тайного голосования. Значит, если какой-то из секретарей формально набирал нужное количество голосов, которое позволяло ему оставаться на этом посту, то есть за него проголосовало формально больше от общего числа голосующих, членов этой отчетно-выборной конференции, то это не означало, что он останется на своем посту. Потому что внимательно смотрелся такой показатель, а сколько было подано голосов против. Вот если, условно говоря, голосует 100 человек, и какой-то секретарь получает 90 голосов за, 10 против, этот человек оставался на своем посту. А если другой секретарь из этих 100 получал, например, 55 за, а 45 против, формально он должен был оставаться на своем посту. А по факту его Сталин снимал с этого поста. Потому что он понимал, что этот человек не пользуется авторитетом и уважением у широкой партийной массы, а значит и у населения этого региона. Что его срочно надо убирать. Он не тянет работу и т.д. и т.п. И вот за... Ну это же получается элемент уже ручного управления. А какое оно ручное управление? Ну а в чем тогда мы вот, значит, проголосовали? Я не оспариваю, я просто, как сказать, такая-то добрая критика. Ну вот люди избрали, значит, себе, неважно. Демократия победила 55 на 45. А тут приходит сверху указивка, и, значит, выбор наш, получается, перечеркивает. Нет, ну слушайте, не надо думать, что Сталин и его ближний круг были идиоты. Не-не, я же говорю, что мы обсуждаем, какой механизм может быть действенный. А здесь, получается, в механизм человеческий фактор вносится. Ничего подобного. Вот, условно говоря, прошли отчетно-выборные конференции. Обычно они проходили в конце года, когда подводился итог. Развитие народного хозяйства, ну и т.д. и т.п. Вот, это же не Сталину приходили бумаги. Вот, приходили, а эти бумаги в обязательном порядке приходили в аппарат ЦК. Вот, приходили протоколы этих отчетно-выборных конференций. Ну, условно говоря, тот же Маленков, вот ему поручили это дело. Он делал себе две папочки. Одну папочку, значит, тех людей, которые подтвердили свой авторитет и возможность дальше работать. А вторая папочка, где, вот, что называется, вот те самые 55 и 45. Вот, посмотрели опять, значит, на этих персонажей внимательно. Посмотрели, например, на итоги работы их за прошедший год или за уходящий год. Развитие промышленного производства, аграрного, социальной сферы, ну и т.д. и т.д. Вот, значит, потом делается вывод, почему вот так вот произошло, с чем это связано. Либо с личными чертами характера, либо с каким-то внутриэлитным конфликтом, ну и т.д. и т.д. Не снимали вот так вот, то есть подходили персонально к каждому делу. Потом, обязательно, если принималось решение, что этот человек будет отставлен, то была уже скамейка запасных. То есть уже заранее выстраивалась система подбора и подготовки кадров, которые в случае чего могут прийти на смену. Вот, а потом с этим предложением выходили не на Сталина, а на Политбюро ЦК. Вот. Отделы. Например, отдел партийно-кадровой работы. На Политбюро персонально разбиралось каждого дела. Взвешивалось все за и против. И потом принималось окончательное решение. Но вот это был механизм ротации элиты. Потом еще одно важное обстоятельство. Дело в том, что при Сталине происходило перемещение вот этой правящей элиты не только по вертикали, но и по горизонтали. Люди нигде не засиживались дольше двух, трех, там максимум четырех лет. Вот. Даже их могли передвинуть по вертикали. Например, он был секретарем Рязанского обкома, а его переместили на какой-нибудь Липецкий обком. Да вон их сейчас двигают все время. Что толку? Где их сейчас все время двигают? Да перемешивает вон Путин колоду свою. Шойгу он один, кем только не был. Нет, это совсем другое. Не-не-не-не-не-не, ты не путай. Это разные вещи. Там-то все время шел процесс ротации элиты. Если человек усрованно говоря, ну сколько, вот сейчас Шойгу сколько будет, скоро 70 лет? Да, что-то неприлично. Вот об этом он с 55-го года. А тут-то речь шла о том, что брали 30-летних на руководящую работу, и они росли. Вот. Никто 70-летнего, условно говоря, человека при Сталине на какой-то ответственный пост не ставил. Самый старый в руководстве был он. В следующем по возрасту за ним шел Ворошилов. Но Ворошилову, пардон, сняли с поста наркома уже в 40-м году. И то он, что называется, пересидел. Но там понятно почему. Я имею в виду прежде всего, конечно, послевоенный уже период. Потому что сама эта система выстраивалась в конце 30-х годов. И рассвет этой системы пришелся как раз на послевоенный период. А там, когда посмотришь, там вот это передвижение по вертикали и горизонтали. Даже внутри самого Политбюро происходило периодически. Человек нигде не задерживался более там, ну буквально там считанных лет. Ну возьмите того же Булганина. Он был зампредседателем СНК, потом стал министром вооруженных сил. Поработал в этой должности два года. Был сменен Василевским. Потом был переведен на должность первого заместителя главы правительства и т.д. и т.п. То же самое касалось и многих других. Того же Маленкова. Маленков там и секретариати ЦК работал, был вторым секретарем после смерти Жданова. Одно время он работал зампредом Совета Министров. Одно время он возглавлял спецкомитет номер 2 по реактивной технике. Там одно время он как замглавы правительства курировал часть оборонно-военно-промышленного комплекса. Потом его бросили в 51-м году на сельское хозяйство и т.д. и т.п. То есть вот это вот перемещение даже среди высшего элитарного слоя, оно происходило постоянно. Теперь еще одно важное обстоятельство. Чистки были постоянные. Чистки. При Хрущеве и Прибрежневе этих чисток уже не было. Даже партийные чистки были. У нас мало кто знает. Вы знаете, что каждый год во времена Сталина проходили партийные чистки. Давайте уточним только, что за чистки такие. Балласт вычищали. То есть человек формально носит партийный билет, но никаких партийных поручений не исполняет. Или исполняет их плохо. Его исключали из партии. А значит он не мог делать карьеру. Потому что значительная часть государственных, хозяйственных и прочих должностей должна была заниматься только членами партии. Вот он формально получил партийный билет, носит его в кармане и сидит на какой-то руководящей должности. Ну, условно говоря, руководитель какого-нибудь там отдела в Мосгорисполкоме. Вот, исполняет свою чиновничью работу, но совершенно не исполняет свою работу как член партии. Все, он попал на карандаш. Не исполняешь свою работу, до свидания из партии. А значит из должности. Правильные чистки назовем. Правильные чистки. Но был момент, когда эти чистки надо было проводить неправильно. Ну, я условно говорю. Когда надо было расстреливать. Когда люди не понимали, что к чему. Вот, когда они зажрались и уже потеряли нюх. И превратились в то, что Ленин называл комчванство. Это вот живой пример ленинградского дела? Живой пример ленинградского дела. Вот, кстати, одно из тягчайших обвинений ленинградским руководителям, помимо всех прочих их, значит, загогулин, было как раз то, что они попытались своей фальсификацией выборов сломать вот эту становую, значит, опору всей сталинской управленческой системы. Почему он так жестко отреагировал вот на то письмо о фальсификации выборов? Значит, он сразу скумекал. Раз эти ребята занялись фальсификацией, значит, вот такое же может произойти и в других обкомах и крайкомах партии. И что вот эта система будет сломлена. А значит, будет сломлена система прямой связи с народом и с партийной массой. А значит, и будет сломлена система естественной ротации кадров. Вот в чем он увидел главную опасность вот этой фальсификации. Потому что многие говорят, да подумаешь, там за них не проголосовало там 10 или 20 человек. Какая ерунда, они все равно бы прошли. Да, они все равно бы прошли. Тогда у меня возникает вопрос. А вы зачем обманули? Зачем вы нарисовали то, чего не было? Это еще возмутило Сталина. Потому что он терпеть не мог, когда его обманывали. Я в связи с этим вспоминаю знаменитый вот этот эпизод, связанный Дмитрием Федоровичем Устиновым. Он сам об этом поведал. А он был наркомом вооружений и отвечал в том числе за производство стрелкового оружия. И вот в один из прекрасных дней Сталин ему звонит и говорит, товарищ Устинов, сколько за сегодняшний день ваши заводы произвели винтовок? Он ему говорит, 9998 штук. А план был 10 тысяч винтовок за день. Он ему говорит, это хорошо, товарищ Устинов, что вы мне сказали правду. Значит, давайте договоримся так. Завтра ваши заводы выпустят 10 тысяч 2 винтовки. И Устинов говорит, если бы я соврал бы Сталину, то понятно, что было бы со мной. Вот на этом воспитывалась элита. Да, отчасти на страхе. Но на страхе чего? Чтоб ты не лгал, не врал, лапшу на уши не вешал. То, что у нас сейчас происходит, сплошь и рядом. Понимаете? А при Сталине ни у кого вот здесь вот даже не ёкнуло бы, чтобы сказать неправду. Потому что зачастую говорят, а вот почему там тэ-тэ-тэ-тэ-тэ. Вот Сталин не мог не знать, вот ежовские репрессии. Сталин поначалу действительно очень серьезно доверял Ежову. И он занимал ключевые посты. В том числе руководителя кадрового отдела ЦК, секретаря ЦК, а потом и наркома внутренних дел. А Ежов потихоньку стал терять берега. Это часто происходит, когда ты поднимаешься на такие высокие посты. Началось разложение личности. Отсюда и все его загогулины. А потом и наполеоновские комплексы. А что это Сталин будет управлять? А я чем хуже. А ну-ка давай-ка организуем против него заговор. Это уже сейчас установленный факт. Разветвленный заговор, в главе которого стоял Ежов, Риновский. В который были вовлечены в том числе комендатура Кремля. Комендатура Кремля. И они сознательно слали политбюро лично Сталину лживые цифры репрессий. Но Сталину одновременно, у него же было огромное количество источников информации, в СМИ стали поступать сигналы. И он потихоньку стал понимать, что-то происходит не то. Не действительных врагов народа вычищает, а идет какой-то тотальный террор против населения. А секретаря ОПОМов, это ЭПФ, все шлют и шлют. Давайте, давайте, нам утверждайте новые лимиты. И он тогда создал комиссию. Комиссию эту возглавил Маленков. И когда они поняли, что происходит, вот тогда принимается жесткое решение. Вызывается Берия в Москву, назначается первым заместителем к Ежову. Это август 1938 года. А потом, спустя, получается, три месяца, то есть в конце ноября, Ежова, наконец, занимается этого поста. Из чего начинает Берия? С реабилитации, с так называемой первой бериевской реабилитации. Понимаете? Говорят, вот, значит, лидер страны не может знать все, что происходит, и т.д. и т.п. Да, зачастую не может знать, потому что ему лапшу на уши вешают. Извините, на гораздо меньшем уровне у нас зачастую вешают лапшу. И директорам заводов, и директорам концернов, и т.д. и т.п. Но это вот как раз умение руководителя понять, что ему лапшу вешают. Что его обманывают. И вот эта, кстати, история с Ежовым, она во многом и стала своеобразной кульминацией выстраивания сталинской системы, нахождения и пестования кадров. Потому что все остальные увидели, как он жестко разобрался с этой публикой, которая еще какой-то год назад была чуть ли не вершителем судеб миллионов людей. То же самое с ленинградцами произошло. Не то, что они там, это, а именно потому, что они попытались сломать вот эту вот сталинскую модель, которую он выстраивал довольно долго. А плюс вот к этому еще добавилось, конечно, и все остальное. В том числе колоссальные растраты партийных и государственных средств, которые исчислялись миллионами рублей. Стоп, не миллионами, а сотнями миллионов рублей. У Сушкова прям содержатся конкретные цифры. До копеек. Сколько тратилось на пьянки, гулянки и все такое. Сколько тратилось на собственное потребление, на содержание себя любимых. Председатель Лен Горисполкома оплачивал из государственных средств и содержание своей коровы, и своей охотхозяйства, даже папиросы. Слушайте, ну это уже вообще жлобство. Так что вот, что произошло. Но когда... Умер Сталин, вот эта система стала потихоньку подтачиваться. Причем подтачиваться и высшим руководством, и вот этим самым слоем партийных секретарей. Ну то есть получается, что сама слабость системы в том и заключалась, что пока у руля находится такой человек, как Сталин, эта система работает. Стоит ему смениться человеком, который смотрит на это иначе, и все. Что значит слабость системы? В любой системе заложены, условно говоря, какие-то подводные камни, которые при определенных условиях могут эту систему порушить. Понятно, но я в большей степени... Моя-то суть журналистского исследования заключается в попытке найти ту самую золотую середину, при которой, ну скажем так, от одного человека не будет зависеть все. Да это не от одного человека зависит, ты ж пойми. Слом-то не произошел вот так вот, по щелчку. Вы что же, не утрируйте. Этот слом шел постепенно. Почему Хрущев довел дело до конца? Потому что ему проиграла вот эта антипартийная группа, так и называемая. Если бы она ему не проиграла, то эта система не была бы словлена. Вот о чем речь-то идет. Шло постоянно вот это противостояние. Значит, это зависело не от одного человека. Это действительно шла борьба за курс страны рас и за сохранение и модернизацию той системы управления, которая сложилась во времена Сталина. Там же внутри этого партийного аппарата, в том числе и высшего элитарного слоя, были люди, которые стояли за сохранение и модернизацию этой системы. Тот же Молотов, тот же Маленков, тот же Каганович. Они же активно противодействовали всем вот этим хрущевским новациям, которые ломали эту систему. Но когда возник пик этой борьбы, то Хрущев мог их одолеть. Во многом опираясь на тех самых первых секретарей, обкомов и кройкомов, которые составляли костяк ЦК. Вот в чем дело-то. Понимаете? Ведь там на самом деле судьба Хрущева-то висела на волоске. Решение-то о его снятии было принято. А он, понимая, чем грозит ему вот эта вся история, он задействовал все буквально рычаги с тем, чтобы удержаться у власти. Он задействовал, с одной стороны, органы КГБ, которые тогда возглавлял Стеров. Он задействовал тогда военных, прежде всего Жукова. А вы знаете, что военные в большинстве своем политике, как свинья в апельсине. Я это лично знаю. И мне многие сами, поставленные военные, в этом признавались. Тот же генерал армии Родионов, маршал Шапошников, тот же генерал армии Лобов и так далее. Я с ними на эти темы разговаривал. И они мне говорили, сами признавались. Говорят, Жень, мы в политике, как свинья в апельсине. Мы понимаем, что нас вот вокруг пальца обведут и все. Мы привыкли действовать, жить и работать совершенно в иной парадигме. Приказов вышестоящего начальства. Понимаете? И Жуков стал жертвой вот этих манипуляций. Это значит раз. То есть спецслужбы и армия поддержали Хрущева. И плюс, конечно, основную опору ему оказал партийный аппарат. Я же вот в своей книге «Хрущевская слякоть» и во второй книге «Политбюро и секретаря ЦК» показал подоплеку, почему это произошло. Ведь пришли-то два больших письма, подписанные, во-первых, представителями госаппарата. Ну, например, Громыка, который был тогда первый замминистра иностранных дел. Но там в основном среди подписантов первого письма были сплошь и рядом первые секретари обкомов и крайкомов партии. Причем, заметьте, не украинских. Вот у нас часто говорят, что Хрущев опирался на украинскую парторганизацию. Там ни одного подписанта с украинской парторганизации не было. Практически все первые секретари ключевых обкомов и крайкомов партии, которые находились на территории РСФСР. Там прям поименный список этих людей. Я вот сейчас точно не помню, то ли 83 человека, то ли 76, ну и так далее. То есть довольно значительно. Это вот те люди, которые как раз и хотели слома этой машины. А Хрущев в данном случае своим авторитетом и своей должностью стал выразителем этих интересов. Не случайно, как только была разгромлена антипартийная группа, то на следующем пленуме ЦК в декабре, когда пополнялись высшие руководящие партийные органы в связи с уходом Маленкова, Молотова, ну и так далее, там по списку, да? То состав президиума ЦК, то есть высшего руководящего органа, вырос с 11 до 15 человек. И в этом президиуме ЦК уже было не 4 секретаря ЦК, как до лета 57 года, а 11 из 15, 11, 2 трети, даже больше. Вот и все. И вот начиная с этого момента, партаппарат, по сути дела, и взял власть в свои руки и больше не отпускал, вплоть до Горбачева. А потом Горбачев стал рушить уже монополию вот этого партаппарата на власть. А вместе с разрушением этой монополии посыпалось и само советское государство. Потому что партия была стержнем. Почему вот эти демократы, по подсказке, из-за границы-то, с самым главным своим лозунгом, какой лозунг выдвинули? Партия дай порулить? Партия, да. Отмена 6-й статьи, конституционной статьи, о руководящей и направляющей Хилле, и о том, что именно КПСС является ядром, смотрите, как было написано, ядром всей политической системы советского государства. Кстати, такая же норма, правда, в других, так сказать, выражениях и оборотах, была закреплена и в Сталинской конституции 1936 года, только там, поглубже. По-моему, 126 или 129 статья. Ну, какая-то из этих люди могут посмотреть. Понимаете, вот что произошло на самом деле. И вот с этого момента начался процесс гниения парт-элиты. Почему? Причем масштабный процесс гниения парт-элиты. А потому что все, контроля над ней не было. Более того, при Сталине на любого партийного работника, на любого, любого ранга спецслужбы могли завести оперативное дело. И получить согласие, например, на прослушку, слежку и т.д. и т.п. Хрущев запретил это делать. Даже я помню, знаете, такой эпизод. А, на Яковлево, во-во-во-во, вспомнил. На Яковлево, на того самого Александра Николаевича Яковлева пришли бумаги, значит, о том, что вот у него что-то не все так вот гладко, с биографией и т.д. и т.п. И перед Брежневым поставили вопрос о его отставке. Что Брежнев сказал Суслова? Знаете, нет? Нет. Михаил Андреевич. Михаил Андреевич. Член Центральной ревизионной комиссии не может быть предателем Родины. Переместить его на другое место. Его переместили, по словам, в Канаду. То есть, вот уже был выработан какой алгоритм действия. Понимаете? Но все это понятно, что это шло-то. Потому что вот эти периодические чистки и перемещения, они прекратились. То есть, был сломен сам механизм очищения элиты. И самоочищение этой элиты. При этом я, конечно, не хочу сказать, что при Сталине все было идеально. Вообще-то, вот первые, ну, как бы, сполохи вот этого разложения элиты, они начались именно при Сталине. При позднем Сталине. Ну, это очевидно из тех же мемуаров Шипилова. Из тех же Александровских мальчиков, так называемых. Которые в 55-м году попали под раздачу. За свой аморальный образ жизни. Вот я не буду сейчас в это углубляться, кому интересно, могут почитать. Вот Михайлов там, Александров сам. Михайлов это министр культуры. Вот и так далее, и так далее. Тот Шипилов писал, что он с Ильичевым. Ильичев тогда занимал высокую должность в аппарате ЦК. Он как-то был у Ильичева. И тот ему стал показывать полотна выдающихся мастеров кисти. И говорит, вот, говорит, капитал на все времена и для всех народов. И он говорит, я понял, говорит, что началось разложение вот этих партработников высокого ранга. Так, вы знаете, когда Ильичев ушел в отставку? Когда? В 1989 году. А этот разговор был еще при жизни Сталина. То ли в конце 40-х, то ли в начале 50-х годов. Потому что пик его карьеры как раз пришелся на хрущевские времена. В начале 60-х годов он становится не просто секретарем ЦК по идеологии, но и главой идеологической комиссии ЦК. Он подвинул на этом фронте самого Михаила Андреевича Суслова, который с 55-го года стал главным идеологом. А потом у него отношения с Хрущевым испортились. И к 22-му партийному съезду, это 61-й год, когда и была создана эта идеологическая комиссия, уже не Суслов возглавлял идеологическую комиссию, а именно Ильичев. Более того, есть веские доказательства того, что Хрущев вообще хотел Суслова отправить в отставку. Но его самого отправили в отставку. Понимаете? А потом, когда к власти приходит триумвират Брежнев-Косыгин-Подгорный, первый, кого убирают, одним из первых, кого убирают из аппарата ЦК, это был Ильичев. Но его не убирают совсем, его на пенсию не отправляют. Его назначают заместителем министра иностранных дел. И вот с 65-го по 89-й год, то есть 30 с лишним лет, он сидел на этом посту. При Сталине это было просто немыслимо. А вот при Леониде Ильиче уже... Причем самое-то интересное или самое страшное, что Брежнев-то понимал, он видел это разложение портапарата. Но, видимо, настолько был зависим от него уже, не обладал таким авторитетом, а может быть и таким характером, чтобы он был добрый по своей натуре человек, понимаете? Так вот об этом я и говорю. Получается, что попадает наверх бесхарактерный человек, и все. Мы снова наступаем на те же грабли. Слушайте, вот я, насколько знаю, пускай меня там кидается камнями, но я просто знаю от людей, которые знают Путина, работали с ним долго и так далее. У Путина тоже такая черта. Он по своей натуре добрый человек. Я не знаю по отношению ко всем и вся, но по крайней мере вот к правящей элите у него вот такие отношения, понимаете? Поэтому во многом одни и те же люди сидят долгие годы, понимаете? Вот как это? С другой стороны, вы же не скажете, что Путин, значит, все пустил на самотек. Это очень сложная материя. Тут столько превходящих, понимаете? Тут не все зависит от одного человека, я вас уверяю. Просто вот при Хрущеве начался слома этой системы, вот в Сталинской, те же отчетно-выборные конференции. Они уже превратились в ритуал. Уже никто и не обращал внимания, как там на самом деле проходили выборы, насколько были честны, подсчет голосов и т.д. и т.п. Так, для галочки провели. Вышли на трибуну, там, значит, прочитали все необходимые рапорты, отрапортовали, что называется, и вперед из песни. Вот о чем речь идет. Это сложная проблема, ее, знаете, по щелчку не решишь. Вот вы мне говорите, а как вот это? Ну вот есть этот опыт, давайте его изучать. Причем внимательно изучать, под лупой, что называется. Что-то брать на вооружение, что-то, естественно, отбрасывать. Потому что понятно, что отстрел элиты, ну, это, как говорится... А что, метод же работает. Да, с другой. Но вы поймите, ведь почему вот многие поддержали Хрущева? А потому что, во-первых, вот этой правящей элите надоело жить под гнетом постоянного страха, вот этого вот дамоклого ничья. А с другой стороны, они уже устали от режима, очень напряженного режима работы. Потому что они действительно постоянно находились под контролем и вынуждены были в прямом смысле пахать на галерах. Как этот, там, Франциск или... Как раб, как раб на галерах, да, или как Франциск там. Вот. То есть у людей, естественно, происходит вот, ну, естественно, как бы отторжение вот этих вот... Не случайно говорят, что сталинская система была мобилизационная. Она была в том числе и в этом смысле мобилизационная. Почему он и говорил, что в управлении должны находиться молодые люди. Что это мужицкая работа, она уже не по плечу старикам. Чтобы они были стрессоустойчивы, извините. А отчетно-выборные комиссии когда прекратили работу? Да нет, они всегда проходили где-то отчетно-выборные конференции на всех уровнях. Но они проходили уже формально. Формально. Уже этот механизм перестал действовать. Понимаете? Уже, что называю, это вот как голосование. Получается, что вопрос состоит в том, чтобы сохранить, закрепить и контролировать вот эти элементы внутрипартийной демократии. Ну, в данном случае, мы говорим о внутрепартийной демократии, поскольку в Советском Союзе партия была, в общем-то, не столько политической структурой, сколько государственно-образующей структурой. То, что касается современных партий, ну, это их внутреннее дело во многом. Но, кстати, я хочу сказать, что вот, например, даже Единая Россия, она во многом в своем строительстве переняла худшие черты именно КПСС вот уже Хрущевско-Брежневского периода. Понимаете? Он у нас Черномырдин говорил, что не строим все КПСС получается. О-о-о! Он а что, говорит, не создавай все КПСС получается. Он знал, о чем он говорил. Потому что он ведь работал в партийном аппарате. Он пришел на хозяйственную работу из партийного аппарата. Это мало кто знает. Он начинал там эту карьеру, а потом перешел в газовую отрасль. И, по-моему, в 85-м году, по-моему, он стал министром газовой промышленности. Ее выделили просто из Министерства нефтяной и газовой промышленности в отдельную отрасль. Там в конце 70-х кто же ее возглавлял-то? Господи, вот у меня из головы вылетел. Ну, короче, он пришел на смену своему шефу, которому, кстати, во многом был обязан. Пришел довольно в молодом возрасте. Ему, по-моему, даже... Да, ему не было 50 лет. Он с 38-го года, а министром он стал 85-м. То есть, считайте, сколько ему там было, 47 лет. Так что, вот так. Ну, не буду, наверное, разбавлять уже этот вопрос другими вопросами. Ответов, собственно говоря, я, к сожалению, не получил. Это не упрек. Это потому, что Евгений Юрьевич, в принципе, сказал справедливо, что опыт нужно изучать и делать какие-то свои новые, далеко идущие, надеюсь, выводы. На прямой связи... Ответы, послушай, ответы всегда дает жизнь. Потому что то, что было во времена Сталина, сейчас уже воссоздать невозможно. Все течет, все изменяется. Это законы диалектики. Тогда были такие условия формирования элиты, контроля, очищения и так далее, и так далее. Прихручивые прибрежения другие. Надо было модернизировать вот этот сталинский механизм, а не рушить его. А его разрушили. Поэтому вишенкой на торте и стал приход Горбачева к власти. Вот этого совершенно безвольного, совершенно, значит, аморального, в политическом смысле аморального, безмозглого типа, который корчил из себя нового вождя партии, претендовал на какие-то даже теоретические изыски, писал там всякие работки, даже не он писал, Черняев он писал, но новые мышления, или как он говорил, мышление для нашей страны и всего мира и т.д. и т.п. Думал, сейчас он облагодетельствует, значит, партию и народ очередным, полным собранием 55 томов, как у Ленина. Понимаете? Но вот этот процесс деградации, посмотрите, сколько он занял по времени. Вот о чем речь идет. То же самое, к сожалению, происходило и все последние 30 лет. Сейчас какие-то поползновения, но опять-таки, вот выдумали этот механизм новый, вот то, что Кириенко выдумал, школу губернаторов, там еще чего-то, пятое-десятое, но на мой взгляд, это не действенный механизм. Ну, может я ошибаюсь? Не, но для кого-то это социальными лифтами может, но это не инструмент контроля элиты. Естественно, об этом и речь. Да тут речь даже не идет о социальных лифтах. Давайте вообще эту тему закроем, потому что, на мой взгляд, никаких реальных социальных лифтов нет. Есть имитация этих лифтов. Понимаете? Но здесь, кстати, во многом, значит, формирование элиты идет на принципах преданности одному человеку, а не на принципах преданности делу и интересам страны. Вот о чем речь. Это тоже принципиально важные вещи. Этот механизм не создан. Не случайно, кстати, тот же Володин, там Кириенко и говорят, есть Путин, есть Россия. И они в этом уверены. Потому что они сами в этой системе. Они считают, что Владимир Владимирович выстроил идеальную систему подбора и подготовки кадров. Я так не считаю. Но я в данном случае не нахожусь внутри системы. я этой темой не занимался серьезно, научно. Поэтому я альтернативу реально никакую предложить не могу. Вы мне говорите, что вы не получили ответ. А вы бы, а вы его изначально не смогли бы получить. А я очень рассчитывал. Нет, нет. Я думал, вы мне сейчас скажете, вот так вот, вот так вот сделаем и будет всем нам счастье. Я историк, я вам привел просто исторический опыт и все. А то, как надо выстраивать, я не знаю этого и не полезу в это. Потому что я никогда не работал в государственном аппарате. Я не знаю потаенный механизм функционирования этого аппарата. И т.д. и т.п. Понимаете? Вы же поймите, что мы видим лишь вершину айсберга. А сам айсберг-то мы не видим, как там на самом деле принимаются решения, через какие структуры решения должны пройти, какие визы должны быть поставлены на тех или иных документах. Это же тайные пружины реального управления. Путин выстраивал эту систему. Вертикаль власти он же выстраивал. Надо отдать ему должное. Вот давайте так вот серьезно. Он эту вертикаль власти подстроил причем довольно жесткую вертикаль, которую он контролирует. Вот другой вопрос сохранится ли эта вертикаль власти вот в таком виде, когда он уйдет. Вот в чем проблема. И поэтому мне кажется, что сейчас главная или вернее одна из главных задач Путина как раз будет состоять в том, чтобы он эту систему отреформировал так, чтобы при смене власти она не рухнула. Как вот после смерти Иосифа Сереговича. Понимаете? Вот о чем речь идет. Но как и кто это должен делать, я, конечно, не могу сказать. Вы думаете, Путин думает, что будет после Путина? Я думаю, что да, слушайте. Я думаю, что да, конечно. Любой правитель думает об этом. Любой. Если он не дурак. Если он не дурак, да. Да. Ну, слушайте, не надо умалять там умственные способности Путина. Я не умоляю. Нет, ну я, слушайте, там все-таки наверху, вот когда говорят, что он полный дурак и так далее, там бывают действительно дураки, вот, но очень-очень редко. Вот тот же Хрущев, он называет дураком или Горбачев. Но они далеко не дураки. Слушайте, если они такую карьеру сделали, причем в довольно молодом возрасте, Горбачев стал членом Политбюро, когда ему сколько там, в 79-м, значит, 48 лет. Один из самых молодых членов Политбюро. Хрущев стал членом Политбюро в 39-м году. Он с 94-го, значит, сколько ему, 45, еще моложе был. Это далеко не дураки сделать такую блестящую карьеру к 45-ти годам, условно говоря, понимаете. Другое дело, что Хрущев был просто тотально необразован. Вот я сейчас с академиком Нигматулиным разговаривал, он там вспомнил, как раз, как Шипилов писал, что он бумаги сам не визировал, Хрущев, он только подписывал, и очень редко их визировал, что-то писал на бумагах, зная свою безграмотность. И вот он одну бумагу, значит, не просто завизировал, но и написал поручение. А, значит, а не о, а а знакомися. Понимаете? То есть, в одном слове столько ошибок. Вот в этом весь Хрущев. И Горбачев, даже то, что он закончил этот юрфак МГУ, а потом еще и какой-то сельхозинститут там на Старвополе, вовсе не говорил, а его, знаете, такой серьезной профессиональной подготовки. Так что, вот таким вот образом. Что ж, очень рассчитываю на обратную связь от нашего зрителя, причем такую, знаете, адекватную в части вашего предположения, мнения, ну, или соображений на тему того, как может или должна выглядеть та самая система контроля элит, система сменяемости этих элит, которую мы могли бы имплементировать и применить в нашем, надеюсь, что все еще Богом хранимом Отечестве. До прямой связи с нашей студией был историк Евгений Спицын, которого мы, как и всегда, благодарим за свет просвещения. Не сдаемся, держимся вместе, классовая борьба продолжается. Спасибо.